В Алматинской области презентовали отечественные самолеты «Арай». В скором будущем легкомоторные воздушные судна применят для развития малой авиации. Казахстанскими крылатыми машинами уже заинтересовались иностранные государства. В чем преимущество наших самолетов и когда состоится первый полет? Все подробности в репортаже Аделя Кжаркеновой. Цельнометаллические самолеты «Арай» имеют особую прочную конструкцию. Способность короткого взлета и посадки с грубых и неподготовленных площадок. Производители воздушного судна обещают дальность полета в одну тысячу километров. За час крылатая машина расходует 35 литров автомобильного бензина. Производители заверяют, что данный самолет можно использовать на аэровизуальных работах, противопожарном патрулировании лесов, мониторинге состояния рыбных ресурсов и животного мира, а также для санитарной авиации и для прочих задач. Такой широкий спектр применения не единственное преимущество самолета. Управлять воздушным судном могут не только профессиональные пилоты, но и любители. А в эксплуатации эти крылатые машины экономичны и неприхотливы. Все 10 самолетов, которые мы выпустили, это самолеты для сельского хозяйства. У нас там большие проблемы с авиационно-химической защитой. Два самолета мы экспортировали в Россию. Эти воздушные судна прошли лётно-техническую экспертизу для применения в качестве учебно-тренировочного и тактического самолета. Мы, Национальная академия наук, будем работать над тем, чтобы максимально всесторонне внедрить современные технологии в отечественное производство, а также развивать малую авиацию в республике. В этом году руководство Минобороны страны приняло решение о проведении опытно-воисковой эксплуатации этого самолета в составе десантно-штурмовых войск. Академией пограничной службы произведена научно-исследовательская работа по применению крылатой машины в охране границы и в качестве патрульно-наблюдательного самолета.